Добрый день, друзья мои! Если в вашем интерьере не хватает модных и стильных штучек, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами потратим несколько минут и несколько рублей и сделаем простые и элегантные конусные вазочки из алебастра. Для этого нам понадобится обычная пустая пластиковая бутылка, две бутылки и две пластиковые крышечки от сметаны. Обрезаем бутылку так, чтобы получилась нужная нам форма. Вставляем ее в сметанную крышку и плотно соединяем все это обычным прозрачным скотчем. Приготовим раствор прямо в этой форме. Это будет первый способ. Заливаем воду примерно половину емкости и через воронку засыпаем алебастер. Горлышко нашей формы довольно узко и дно может дотечь, поэтому процесс получается не стерильный. Лучше подложить какую-нибудь салфетку или застелить стол пленкой. Тщательно размешиваем раствор до получения однородной массы. Здесь в качестве сердцевины я буду использовать маленькую стеклянную баночку или пробирку. В магазине лабораторной посуды она стоит около 15 рублей. Отольем немного полученного раствора в ненужную пластиковую емкость, чтобы наша пробирка легко встала в бутылку и выровняем ее по центру горлышка, придерживая ножницами и добавляя отлитый раствор до краев бутылки. Ждем 15 минут до полного отвердения раствора и снимаем форму. Разматываем скотч, снимаем сметанную крышку. Видите, какое симпатичное дно у нас получилось. И начинаем разрезать бутылку. Пластики для бутылок используют разные, поэтому чем тоньше пластик, тем проще снимать форму. Но в любом случае надрезы мы делаем аккуратно, чтобы не поцарапать алебастер. Ну вот, первая вазочка готова. И перейдем ко второй бутылке. Делаем все то же самое. Надеваем на дно сметанную крышку. Вообще размеры бутылки подобрать легко. Диаметр большинства бутылок и крышек совпадает. Готовим стеклянную баночку для сердцевины. Плотно закрепляем дно скотчем, стараясь сделать стык максимально герметичным и переходим к раствору. Но теперь второй способ. Разведем его в отдельной емкости. Мне нравится использовать этот стеклянный чайник с носиком, чтобы все аккуратно переливалось. Он удобный. Единственное, о чем надо помнить, сразу после использования раствора залейте его водой, чтобы можно было отмыть от алебастров. Потому что если алебастр затвердеет, это уже навсегда. Ну, пока мы умыли чайник, наша ваза схватилась. Можно извлекать. Сначала снимаем скотч, потом сметанную крышку. Тоже смотрите, какое замечательное донышко получилось. И теперь пластик от бутылки. Видите, здесь в этой бутылке он еще более тонкий, снимается совсем легко. Поверхность получилась ровная, гладкая, красивая. И теперь нам остается только удалить наждачкой бутылочные узоры. Алебастр очень пластичен и легко шлифуется. Для шлифовки выбирайте самую тонкую наждачку, чтобы не оставлять ненужных царапин. Полное его высыхание происходит через двое суток. Если вдруг вам не понравится шлифовать его влажным, подождите пару дней. Убираем штампы и швы, слегка проходимся по горлышку. Пластичка готова. Ну, повторим, теперь все то же самое с первой. На ней узоры более рельефные. Их можно срезать ножом, а потом зашлифовать наждачкой. Вообще, для алебастр в идеале надо использовать резиновые или силиконовые формы. Из них он совсем легко и без усилий вынимается и не требует лишних шлифовочных усилий. Но при всем разнообразии силиконовых форм самые простые конусы, цилиндры, шары, кубы отсутствуют. А именно они то и есть тренды. Скажите, почему? Ну, хорошо, что есть эти милые пластиковые бутылки. А наши вазочки уже полностью готовы. По-моему, они получились очаровательными и теперь займут достойное место в интерьере и на фотографиях. И, как всегда, в завершении алебастрового развлечения, я не могу не сказать еще об одном важнейшем его свойстве. Любое алебастровое изделие это великолепное, стильное и современное саше. Капните на эти вазочки несколько капель вашего любимого ароматического масла. Вот, пожалуй, все. Если этот диайвай был вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, создавайте свои алебастровые творения и живите просто, красиво и счастливо. Увидимся! Пока!